в академии рестор проходит достаточно много выступает достаточно много крутых фотографов с крутыми темами и эти темы как правило адресована крутых опытных фотографов как работает журналами как там снимать звезд как работать с какими-то клиентами да и это все клево я сам постоянно стараюсь учиться и всегда там смотрю интересны какие-то лекции мастер-классы чая да я всегда за обучение вот но при этом пока не закрыта часть именно по каким-то базовым вещам потому что делать начинающим фотографом чтобы вот работа со звездами там снимали журналов и прочее поэтому сегодня я бы хотел поговорить про вот это да и сегодня я сделал немножко наоборот я начну с конца и одной из финальных точек в развитии фотографа ну вообще у фотографа на протяжении всего его творчества всего развития до всего пути есть определенные этапы есть там в один момент вы начинаете работы там с теми в другой момент с теми в третий момент там ну вот у вас вы каждый раз какие-то навыки каких-то людей приобретаете да и один из финальных этапов это работа в полноценной команде сегодня мы начнем с конца и я скажу что то к чему мы должны прийти это работа в команде работа с большой команды благодаря которой вы сможете получать высокие результаты то есть именно команда будет обеспечивать вам высокий результат который вы не сможете получить самостоятельно если вы стремитесь стать коммерческим фотографом если вы хотите работать в модной индустрии если вы хотите снимать для журналов без команды делать нечего поэтому на самом деле команда это обязательно и в команду входят такие люди как визажист или с по прическам стились по одежде модельный агентство с которым вы работаете сет дизайнер это человек который отвечает за дизайн интерьеров за то что как правильно расставить вот сюда вот например не хватает горшка с цветком с пальмы еще с чем-нибудь то есть вот эти люди вам нужны до чтобы получать результат потому что вы самостоятельно такую съемку сами собрать не сможете и даже если сможете вы сделать это там в пять раз дольше вы потратите время намного больше до чем на это потратил бы команда но вопрос как где ее взять как добиться как найти как собрать свою команду да и вот тут мы разберем как раз те шаги которые вам необходимо как фотографу сделать чтобы собственно у вас была своя команда и самое первое то с чего я советую начинать работать фотографом это работа со светом именно свет позволит вам вывести ваши фотографии на принципиально новый уровень даже фотографируя простых людей даже работая с каким-то обычным людьми с какими-то обычными сюжетами ставить интересный свет вы уже сделайте ваши фотографии намного интереснее намного качественнее и намного более глубокими с точки зрения визуальной составляющей поэтому свет это одна из самых главных составляющих который вам нужно с которой вам нужно разобраться в начале какой свет подходит более молодым, какой свет подходит более взрослым людям, какой свет подчеркивает те или иные эмоции, как сделать эмоции более веселые либо более задумчивые, как передать определенное настроение, вам нужно понимать, как это не то чтобы делать с помощью света, а как светом подкреплять все эти эмоции. Понимаете? Поехали дальше. Вторая вещь, которую необходимо развивать, помимо работы со светом, это вкус. Вкус это, я считаю, намного более важная составляющая, нежели технические знания. И вкус развивается двумя способами. Первый, бессознательный, как я это называю, то есть вы просто поглощаете хороший материал, где-то у вас подкорки начинают откладываться, откладываться, и потом вы начинаете фотографировать и понимаете, что-то не так, надо сделать как-то по-другому, вот так вот, и вы как бы сами себе не можете объяснить, но у вас где-то в голове ваш внутренний голос говорит, дружище, давай по-другому, давай сделаем лучше, сейчас я тебе примерно подскажу, как, да, и вы такие, оп, вот так интереснее, да. То есть бессознательное восприятие такое появляется. Второе, это именно осознанное воспитание собственного вкуса, когда вы заставляете себя смотреть на хорошие картинки, смотреть хорошие фильмы, и не просто смотреть, а стараться еще анализировать их. Тогда у вас вкус начинает не просто впитываться вот как-то глубина, да, а вы начинаете осознавать, вы начинаете обдумывать. Важно и то, и то. Вы можете и бессознательно воспитывать, и можете себя заставлять, но, понятное дело, если вы будете именно целенаправленно стараться поглощать хороший контент, стараться анализировать его, стараться видеть, вот вы смотрите на фотографии, и у вас возникают какие-то эмоции, вы пытаетесь понять, почему мне нравится эта фотография, почему у меня возникают те или иные эмоции. Вы пытаетесь проанализировать со всех сторон, с точки зрения композиции с точки зрения модели с точки зрения там ну смотря какой жанр да понятное дело но вы старайтесь разложить фотографию на определенной составляющей так сказать препарировать фотографию да и вот когда вы все вот это делаете вы начинаете понимать а вот здесь вот это хорошо вот это хорошо вот свет такой одежда такая ракурс такой и соответственно вот это вот все вы начинаете понимать переварить и когда вы будете делать все это самостоятельно вы также будете относиться к вашим работам то есть вы видите и думаете так Вот здесь вот это, здесь вот это. Понятно? Поэтому воспитывание вкуса – это одна из самых важных вещей в развитии фотографа. Почему-то про это очень мало говорят, но в принципе развитие в любой сфере. Неважно, будь он фотограф, художник, музыкант, я не знаю, кто угодно. Поэтому вкус – это важная составляющая. Обязательно уделяйте этому вниманию. Понятное дело, в этом нам помогают разные соцсети. В Инстаграме там разный контент бывает. Там всё-таки большее количество контента – это юзер-генерейт-контент, да, UGC, так называемый. Ваша задача – искать там, где не сами пользователи генерят контент, а где, условно говоря, собирается более качественные вещи. Ну, как правило, это всё-таки Pinterest. И если вы знаете, многие фотографы, многие визажисты, стилисты, вот все, когда нам что-то нужно, мы подбираемся в Пинтересте. Вот. Следующий этап, то, что вам нужно потихоньку начать развивать – это как раз коммуникативные способности. Вы должны понять, что, я не знаю, к счастью, к сожалению, да, наверное, в наше время всё-таки к сожалению, нам нужно уметь общаться. Фотограф – это человек очень социально активный. Я знаю, что есть, на самом деле, есть замкнутые фотографы, есть те, кто как бы снимает настолько круто, что как бы от того, что он молчит на съёмке, знаете, ну, ему это прощается, да. А всем остальным фотографам, ну, таким средним, типа, как я, да, вот. Надо уметь общаться, надо уметь заинтересовывать клиентов, надо уметь заинтересовывать свою команду, надо постоянно поддерживать так называемый огонь, да, чтобы вы постоянно всех зажигали, чтобы с вами были готовы работать. Да, возможно, ты снимаешь не так круто, но с тобой комфортно, с тобой классно, с тобой весело, ты… Очень важное тоже слово в современном мире – ты адекватный, да, как бы это странно звучало. Почему-то в нашей сфере очень много мутантов. Реально, очень много неадекватных людей, и с некоторыми… Ты знаешь, да, он крутой, он классный, да, ты хотел с ним поработать, ты начинаешь с ним работать, понимаешь, блин, это последний раз. Вот, поэтому наша задача – быть классными, быть адекватными, быть friendly, быть funny. Понимаете? Понятное дело, это не для всех, это не шаблон, да, но один из вариантов развития – быть именно такими, стараться быть дружелюбными. Поэтому вы должны развивать, вы должны выйти из своего мирка социопатии, да, и начать развивать коммуникативные способности. Я вам говорю это на собственном примере, потому что я сам по себе такой социопат. Мне с людьми сложно, ну, когда-то было, мне и сейчас, в принципе, сложно, но в целом мне с людьми сложновато общаться. Вот, в своё время просто я решил это перебороть, я решил научиться этого не бояться, научиться с этим справляться, да, и как бы я, скажем так, немножко удерживаю свои страхи, свои какие-то там глубинные вещи. Вот, в принципе, вроде как я маскируюсь достаточно плохо, мимикрирую под нормальных людей, в принципе, вроде как нормально. Вот, на самом деле, мне тяжеловато общаться с людьми, вот, и на собственном примере просто я говорю, что, возможно, вы думаете, это не про меня, да, вот, возможно, вот там вот есть ребята, которые классно общаются, а это вот точнее я. Нет, это вот как раз речь про тебя, да, как раз, вот, вы поверьте, если вы что-то захотите, если вы будете к этому стремиться, вы этого обязательно добьётесь. Поэтому смотрите, вот вам несколько шагов, которые вам необходимо пройти, да, попробуйте вот это вот пройти, это не обязательно последовательно, попробуйте всё это параллельно делать, и, соответственно, дальше вам нужно начать самостоятельно искать свою команду. Вы должны понять, что если вы не начнёте делать это сами, за вас, да, есть вероятность того, что вам будут писать, вы такой классный, у вас крутые работы, вам начнут писать люди, но в целом, если вы сами не будете делать исходящий контакт, если вы сами не будете напрашиваться к людям, то, возможно, есть вероятность того, что вы, ну, не встретитесь с нужными вам людьми. Поэтому пишите всегда сами, даже с людьми, которые кажутся вам недосягаемыми, которые вам кажутся заоблачными. Иногда бывает такое, знаете, вы кому-нибудь пишите, ты думаешь, блин, такой крутой, вот у тебя внутреннее чувство, собственно, неполноценности, да, не позволяет ему написать, такой, блин, он такой крутой, а где я, где он, да, ты им пишешь, он такой, а я тебя знаю, я так давно хотел с тобой поработать, знаете, вот такое часто бывает, я за тобой тоже слежу, а давай, вот, поэтому это нормальная история, когда вы пишите другим людям, и они, ну, они готовы с вами работать, они готовы сотрудничать, да, поэтому, особенно в Питере, Питер вообще город бартера, да, тут все за любой такой движняк, да, вот поэтому у нас народ любит, потому что у нас с коммерческими заказами как бы так себе, да, поэтому у нас, ну, не коммерция, а так творчество, давайте вот мы все время забьем творчеством, поэтому мы любим постоянно, ну, что-то делать, да, даже если это не приносит деньги, а мы находимся в той сфере, в которой приятно что-то делать, даже если это не оплачивается, понятно, да? Я вообще за то, чтобы оплачивалось, но есть творческие проекты, которые, в которые могут собраться крутые ребята и сделать крутой проект, благодаря которому вы найдете новых клиентов, вот, поэтому вы пишете, вы пишете визажистам, пишете стилистам, пишете моделям, модельным агентствам, модельным школам, и потихоньку у вас собирается ваша команда, сначала из одного человека, потом из двух, а потом, а потом смотрите, и вы можете выбирать, у вас там 50 человек, и вы сами решаете, с кем вы будете работать в этот раз, с кем вы будете работать в другой раз и прочее, понятно? Ясно? Вот. Сегодня мы будем работать в команде, и важно, когда вы все умеете, когда вы достигаете определенного уровня, когда вы становитесь профессионалом высокого уровня, по большому счету техника выходит на второй план, да? И сегодня мы поговорим немножко о технике, потому что сегодня наша съемка будет проходить на телефон. У нас сегодня команда, у нас сегодня очень крутая модель, крутой визажист, крутой стилист, у нас крутая студия, да, мы находимся в 212, и при этом мы будем снимать на телефон. Почему? На самом деле в наше время я не вижу большой разницы между съемками на какую-то очень дорогую камеру и какую-то очень дешевую, если вы достаточно хорошо фотографируете, да, если вы профессионал высокого уровня, то, понятное дело, у вас, в принципе, без разницы, ну, не то, чтобы без разницы, понятно, техника не зря стоит своих денег, да, не зря там некоторые камеры стоят по миллиону, по два, по три, да, могут стоить, какие-то там камеры стоят по 10 тысяч, и на то, и на то можно снимать. Понятное дело, не все и не всегда, да, но тем не менее. Но почему-то в наше время все еще людей удивляет, когда вы проводите съемку на iPhone. И если вспомните, когда компания Burberry провела съемку показа на iPhone, ну, это перед тем, как Анжела Ааронс перешла в Apple из Burberry, вот, они провели, ну, это такой ход был достаточно красивый, они провели съемку показа на iPhone. Если у вас хороший свет, если у вас все хорошо, то, понятное дело, вам без разницы, на что снимать. Вы и на тапок снимете хорошо, да, поэтому вопрос именно стоит того, насколько вы, насколько развит ваш уровень профессионализма, да. Если вы хорошо попадаете в экспозицию, если вы хорошо дружите с композицией, с ракурсами и прочим, то у вас все должно получиться. Вот. Но, тем не менее, для вас возможность снять на фотик и снять на телефон разницы большой не будет. Но для остальных людей, если вы проведете какую-то крутую съемку, это будет, вау, какая-то вот сенсация, да. Хотя, говорю, современные телефоны, особенно 10-й iPhone, снимает очень качественно, на очень крутом уровне. И поэтому, как я говорю, я многие вещи снимаю на телефон. Да, несмотря на то, что я снимаю сегодня на телефон, я все-таки не айфоновый фотограф, да, я все-таки не мобильный фотограф. Все равно большую часть снимков и для съемок, ну, обычных, и для Инстаграма я снимаю на обычную камеру. Вот. Но при этом параллельно, когда я путешествую, я много снимаю на телефон, потому что телефон очень легко достается из кармана, да, пока ты там кофра снял и прочее. Вот. В этом плане с телефоном работать проще, и когда ты понимаешь, что тебе особо, что все хорошо, на улице светло, например, да, и тебе не нужны там какие-то суперфункции, да, на телефон можно получить абсолютно те же фотографии. То есть я снимаю на телефон, снимаю на камеру, ну, первое время, как я делал, снимаешь на телефон, на всякий случай думаешь, давай продублирую на камеру, потом понимаешь, приезжаешь, и как бы тебе с камерой-то фотки не нужны. Вот. Поэтому я сегодня поговорю немножко про технику, которая должна сопровождать ваш телефон, чтобы получать те или иные кадры, да. Вот. И, соответственно, понятное дело, сам телефон к себе тоже намного способен, но дополнительно есть еще всякие штуки, всякие программы дополнительные, которые позволят улучшить качество вашей картины, которые позволят улучшить удобство использования, да, вот этот экспириенс, чтобы вам не было, чтобы у вас телефон не выпадал из рук, когда вы держите его над обрывом, да, чтобы вот этого ничего не было, мы сегодня тоже поговорим. Так, сейчас делаем трехминутный перерыв, мы все готовим, зовем модель и продолжаем, окей? Так, смотрите. Как я говорю, есть вещи, которые позволяют сделать из телефона, ну, что-то более интересное и более, ну, не то что профессиональное, но, по крайней мере, улучшить некоторые возможности телефона, да. И если вы видели, например, есть целые трендовые направления такие, когда вся свадьба снимается на айфон, например, знаете, да, и стоит это не меньше, чем снимать на зеркалке. При этом вы понимаете, что на телефон снимать намного сложнее, но вот это вот такая фишка, и вот бегают несколько фотографов либо видеографов, которые снимают на айфоны, да. Понятное дело, для всего этого есть какие-то дополнительные вещи. Если мы снимаем видео, есть стабилизаторы, есть внешние микрофоны, да, есть там радиомикрофоны, вот. Мы сегодня говорим про фото, поэтому я не про пару штук из фотографий расскажу, чем я пользуюсь, например. Есть вот такая вот вещь, называется PICTAR от компании MIGA. Очень удобная штука, она вот так вот надевается, я ее использую в поездках. Ну, точнее, как использую, я первый раз ее только взял в поездку, недавно ездил в Японию, я брал ее с собой, невероятно удобно. У них слоган мне нравится DSLR, your phone. Ну, типа, сделай из своего телефона типа зеркалку, ну, условно говоря, да. Тут есть кнопки, можно зуммироваться, можно выставлять ручные настройки, самое главное, потому что по умолчанию iPhone снимает в автомате, тут своя программа, и, соответственно, тут все это работает очень удобно, прям невероятно удобно и держать, и ты не боишься, что у тебя все выпадет, да, как бы, особенно, когда ты держишь, реально, делаешь где-нибудь селфи, думаешь, вот сейчас телефон как грохнется, да, вот. С этой штукой удобнее. Другая штука, с которой мы сегодня будем работать, это вот такая вот портативная вспышка, и до недавнего времени это на самом деле было, не, это, чтобы вы не подумали, это как бы не реклама, это просто, чтобы упростить жизнь, да. Просто сегодня мы будем пользоваться именно этими вещами, чтобы потом сразу не было вопросов, что это такое. Это Godox. Вспышка от Godox, Godox A1, она является и самостоятельной вспышкой, и синхронизатором. Сейчас я покажу, как это работает. К сожалению, я не могу использовать эти штуки одновременно, потому что у каждого девайса свое программное обеспечение, да, и вот они между собой, понятное дело, не дружат. Вот. Что это такое? До недавнего времени, как я сказал, съемка на вспышку с телефона была, ну, практически невозможной. Использовали постоянный свет, использовали что-то еще, да, но в данном случае с этой штукой мы можем делать вот так вот. Сейчас она, правда, немного подтупливает, вот. Но видите, да, я сделал кадр, он получается со вспышкой, и это очень удобно. Тут регулируется мощность, ну, грубо говоря, у вас в руках такой вот мобильный портативный источник, который позволяет получить кайфовый импульсный свет, ну, кайфовый, не кайфовый, нормальный импульсный свет, вот. Соответственно, во втором режиме его можно использовать как синхронизатор, то есть он сам пыхать не будет, а будет пыхать вон та вспышка, которая у нас там расположена, да, это тоже, понятное дело, годекс, они вместе дружат между собой, вот. И в данном случае я выключаю здесь вспышку, у нас будет срабатывать только так. И получается, что на телефон мы получаем, ну, такие некие студийные условия, да. Соответственно, сейчас нам все это понадобится, чтобы снимать полноценно, кайфово, с импульсом, светом. И понимаете, да, когда у вас съемка будет с импульсом, крутая команда, крутая модель, вот это вот все, еще импульс, и при этом будет подписано, что снято на айфон, например, да, это, ну, в принципе, я говорю, по сути, для современного, для нашего времени это ничего такого необычного, но для многих обывателей это звучит как что-то фантастическое, да. Поэтому будем использовать этот ход, и вы понимаете, да, что когда вы делаете такие вещи, это вирусится дополнительно, да, это дополнительно люди передают, говорят, смотри, там чувак на айфон снимает просто невероятные вещи, вот. И, наверное, если он на айфон так снимает, наверное, на фотику он вообще чуму на сними, давай мы его закажем, да, то есть все это, так или иначе, все это инфоповоды для того, чтобы как-то продвигаться, для того, чтобы про вас больше узнавали, для того, чтобы вы приобретали, ну, в конечном итоге, наверное, клиентов, да. Вот, ну и, понятная сделка, даже без подписчиков и лайков. Вот, поехали. Эта штука работает по Bluetooth, поэтому я ее просто в стороне где-нибудь откину, она будет здесь лежать, и, соответственно, будем снимать. Вы должны понимать, что в команде работаем вместе, да, и часто взгляд со стороны тоже позволяет вносить какие-то коррективы, что-то интересное, поэтому я попрошу тоже Машу, чтобы она там что-то подсказывала, что-то помогала. Ляг больше, более дерзко, более, да, лучше вот так вот. Туда взгляд слегка нахмурится. Нахмурится. Нет, не нижний причуд. Хорошо получается, мы с ним еще поработаем именно бровки. Да, отлично. Так. Сань, ну, свет вообще туда надо будет переставить? Вот сюда, чтобы у нас получался... Я так просто общую композицию посмотрел. Если хотите, можете подойти и посмотреть, что мы тут снимаем, в принципе. Так, чуть-чуть назад, чтобы у нас свет почти Рембрандт сделаем, еще в виде назад слегка. Вот там вот дырку кто-нибудь может поправить? Хорошо. Руку сюда, вдоль, вдоль. Чуть-чуть присогни локти. Локти. Вот так вот. Хорошо. Голову больше туда. Ножки на бок. Ну, как бы, сейчас, больше на бедро, да, ложись. Так, наверное, правильно. И подвытини. На, ребят. Чуть нахмурься. Ручки по-другому. Да, одну сюда, вторую. Хорошо. Подбородок выше. Умничка. Да, имейте в виду, что очень важно при работе с моделью, это то, чего у нас сейчас нет, это музыка. Вот. Так как мы пишемся, музыки у нас нету, к сожалению. Шею сейчас расслабься. Откинься назад. Есть ремянка? Дайте высокий стул тогда. На меня. Прям на отменный взгляд. Я не знаю, правильно это или нет, но у меня телесъемки такой, что я один и тот же ракурс стараюсь снять по 10-15 кадров, чтобы точно наверняка... Лежи. Чтобы точно наверняка получилось. А, да, по поводу экспозиции. Сейчас я объясню. Проблема в том, что у айфона отсутствует один параметр. Какой? Диафрагма. Диафрагма. У айфона нет диафрагмы. Ну, никакой. Ну, это механическая часть, да. У оптики айфона нет этой составляющей, поэтому здесь в данном случае мы регулируем... Подбородок выше. ИСО и выдержку. И проблема в том, что, к сожалению, вот это пока на данный момент, это оборудование работает на очень длинных выдержках. Ох, огонь. Вот. Да, давайте покажу. Видите, да? Как удобно вообще с ассистентами. И как неудобно без них. На самом деле, чтобы вы понимали, работать с ассистентами это, в принципе, естественный процесс. Это не то, чтобы, типа, ты такой важен, чтобы тебе самому свет не поправить. Нет, дело не в этом. С точки зрения заказчика задача сделать все намного круче и дешевле, да, понимаете? Поэтому, когда вы говорите, типа, ну, ваш заказ будет стоить столько-то, потому что я работаю 8 часов, потому что мне нужно свет, мне нужно, то мне нужно за флагом бегать, да? Заказчик говорит, дороговато. Как это может сократить, да? Вот, собственно, ассистент родились из этого, потому что ассистентам принесет флаг, пока мы тут настраиваемся, да, потому что иначе это будет последовательный процесс. То есть я потом настраиваться буду, я потом то, я потом за флагом сбегаю и пойму, да? Вот чтобы всего этого не было, нужны ассистенты, которые на самом деле сокращают работу фотографа и позволяют сделать в общей сложности заказ дешевле. Смотри, зеркало. Сейчас я пару кадров буквально сделаю. Проблема у айфона, я тоже, я на самом деле не так давно снимаю на айфон, поэтому у меня, например, нету привычки использовать оптику дополнительно, да, потому что у меня десятка и на десятке там есть два объектива и можно, собственно, переключаться на длинный фокус, вот. Но в этой программе длины фокуса нет и, соответственно, оптика бы не помешала, на самом деле, потому что мы снимаем на широкие углы и в данном случае получается, что у нас ширик, ну, как бы так себе смотрится. Разворачивайся обратно. Стоп. 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 Санька, свет. Поставь. Да. Хорошо. Полничка. Стоп. Чуть-чуть прибрать бы. Спасибо. Да, если вы научитесь работать со светом, сейчас тогда релакс, куда говорить. Если вы научитесь работать со светом, то, в принципе, вам будет без разницы, что использовать, да. Я говорю, у вас светится тапок, вы будете тапком светить, да, что угодно. У вас там из окна светится, окей, у вас там еще что-то. Вот сейчас на вспышке минимальная мощность, нам нужно убрать еще. Вот, что делать, да. Либо отодвигать подальше, но отодвигать дальше некуда там флаги. Саша понимает, у меня он такой взял телефон и закрыл просто вспышку наполовину, чтобы уменьшить мощность. Логично. Можно ладонью прикрыть, да. То есть все вот эти вещи, они достаточно как бы такие естественные, когда вы начинаете, когда вы понимаете именно работу со светом. Когда вы начинаете чувствовать, видеть свет, вы все вот это как бы решаете на раз-два. Поэтому вам по большому счету, без разницы, говорю, так же, как вот вы, хороший фотограф, вы можете снимать на что угодно, да, хоть на телефон. Также, когда вы еще хорошо работаете со светом, вы можете снимать со светом, с любым, да. Я понимаю, хороший, дорогой свет от Profoto, он реально кайфовый, он классный, с ним приятно работать, да. Хороший, постоянный свет от Kinoflot, тоже с ним все круто, вот. Но мы можем использовать при этом китайский, что вспышки, что китайский постоянный свет. Да, он будет там некрасивые цвета давать, еще что-то. Но, в принципе, это вполне рабочая себе история, да. Поэтому, я не помню, у кого из фотографов тоже была история, они поехали снимать в Африку. Что-то крутое, что-то для журнала поехали снимать, и, соответственно, ну, как положено, там, у американских фотографов у них хасили, да, у всех. Ну, хасили-блад, это камеры достаточно дорогие. Ну вот. И вещи не приходят, да. В аэропорту вещи вот с техникой не приходят. Ну, такое бывает. Выбора нет, съемка должна идти, да, возможно, потом вещи придут через пару дней, как всегда, да, как это бывает. Но в данном случае и мне, когда у них все, у них уже все организовано, все расписано по дням, все по часам расписано, и вот, они что делают? Они делают ход конем, наверное, это прям совсем Африка. Африка, раз там нельзя было достать новую технику почему-то, либо они решили сыграть на этом, они закупили, знаете, кодеки такие есть, одноразовые, они из бумаги сделаны. То есть, ты отщелкал пленку, ты вместе с фотиком издаешься, то есть, оттуда пленка не вынимается, ты сразу сдаешься целиком, проявляйте, именно фотик отдаешь. Вот, они накупили несколько коробок вот этих фотиков, и вот, и, собственно, он берет, он вот так работает, да, вот, собственно, снимает, отснял, ассистент забирает фотик, подписывает чего, как, какой кадр, чего, и складывает в другую коробку, и, собственно, они из одной коробки в другую перекладывали, отщелкивали, вот, там, по 12 кадров у них, или что-то такое, вот, соответственно, провели съемку вот таким образом. Понимаете, да, когда вы умеете снимать, вам, условно говоря, без разницы. Всегда хорошо снимать на хорошую, дорогую технику, но если ее нет, чтобы вы не впадали в ступор, потому что у многих бывает, я так не работаю, да, я вот с этим не буду, я на это снимать не буду, вот, нет, вы должны уметь, вы, будучи профессионалом, вы должны уметь снимать по-разному, должны уметь выкручиваться из разных условий, особенно, делаю акцент, особенно в нашей стране, все-таки, вот. Ну, собственно, у нас, видите, вынужден, у нас получается широкий угол, и поэтому мы должны это как-то использовать, поэтому мы специально будем делать такие вещи. Ну, можно пока посмотреть, давайте я пока покажу картинки. Смотрите, в чем суть. Пока вы не знаете, пока у вас вкус не настолько хорошо развит, пока вы не понимаете, что хорошо, что плохо, вот самый главный совет, который я вам дам, и совет, который на самом деле у большинства вызывает отторжение, но вы должны понять, что оно так работает, что в нашей сфере, почему-то, не буду издалека, давайте в лоб, вы должны копировать. Вот вы должны понять, что музыканты, что делают в самом начале, когда... Копируют других, их манеру, и все равно получается по-своему, а не как у других. Вот, Миша музыкант. И, чтобы вы понимали, да, любая группа, любой музыкант, любой артист, вообще все, начиная с того, что копируют. Многие известные актеры, если вы знаете, да, они рассказывали, я в детстве, я смотрел, у меня был вот этот вот мой герой, я старался ему подражать, да, после этого вырабатывается свой стиль. Я всем советую книжку, прям, я говорю, мне скоро надо у них отчисления просить за продажи. Вот, книжка называется «Кради как художник». Вот там все это четко написано, все понятно, почему мы должны вначале копировать чужие работы. Неважно, что бы вы ни делали, вы должны копировать чужие работы. Какие работы, которые... Крутые, ну, которые... Ой, мне много кто нравится. Самый попсовый, самый клевый, который всем заходит, это Энни Лебовиц. Вот она реально, я считаю, она очень универсальна. Энни Лебовиц, Мариотт Эстина, Стивен Майзелл... Из наших российских? Редко, редко. Ну, есть ребята, которые мне нравятся, но редко, реже все-таки. Хоть одного назовите. Лев Ефимов мне нравится, мне нравится... Ну, Рощенко. Ну, как бы, их сложно назвать российским, потому что они добились чего-то, да, и они сразу свалили. Нет, в том плане, что... Да, у нас много реально кто есть, и настолько много, что я даже вспомню не могу. Мне больше всего из наших, наверное, нравится чуть ли не больше всего, это Дюжакин. Женя Дюжакин, он очень хороший, он кайфовый и современный. Один из самых крутых фотограф, я считаю, в России. Очень классный. Вот. Мне нравится, если говорить про тесты, мне нравится... Евгений Петрушевский, это питерский фотограф, Евгений Петрушевский, Саша Ленский. Петрушевский, Саша Ленский. Петрушевский, Саша Ленский. Итак, подводя итоги, что хочется сказать? Вы должны самое главное понять, да, что многие вначале чувствуют какую-то неуверенность, вот, это как-то сложно, да, это прям что-то такое, какое-то недостижимое. На самом деле, все просто, если двигаться планомерно, да, если двигаться ступеньками определенными, да. Поэтому ваша задача не пытаться запрыгнуть на самый верх, да, ваша задача вначале и сейчас развивать потихоньку свой вкус, работать со светом, потихоньку начинать собирать свою команду, а потом все это будет. Вы должны понимать, что все, что казалось когда-то недостижим, для любого человека, когда ты оглядываешься назад, ты понимаешь, блин, оказывается, все было просто, да. Ну, просто не просто, но тем не менее, понятно, что нужно было делать, да. Понятное дело, это приходит с опытом, когда ты оглядываешься назад. Просто сейчас, делясь своим опытом, я вам говорю, как это сделать максимально коротким путем, наверное, чтобы вы не ходили кругами, потому что есть фотографы, которые, например, снимают по 5-6 лет, и они, например, не работают в команде. Они говорят, ну, я не представляю, мне никто не пишет, я не знаю, как с визажистами работать. А с моделем, наверное, чтобы работать, нужно быть очень крутым фотографом. Нет, как бы 5 лет опыта достаточно, чтобы, в принципе, уже начинать работать в команде, это, в принципе, нормально, да. Вот, поэтому в данном случае просто вас подталкивают, чтобы вы делали исходящие контакты, чтобы вы заставляли себя учиться постоянно, да. Это самое важное.